Итак, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о еще двух сыщихах из дополнения ужас Инсмута, на этот раз о двух мужчинах, которые так или иначе связаны с полицией или каким-нибудь федеральным агентством. Итак, первый, о ком я хочу упомянуть, это Томми Молдон, полицейский новичок. У него изначальный предел рассудка в 6 единиц, предел здоровья в 4 единицы. Начинает он в полицейском участке, начинает с двумя долларами, двумя уликами. И, кстати, он один из немногих сыщиков, у которых 5 вещей, а не 4, как обычно. Ну, плюс один навык. В среде стартового фиксированного имущества у него есть карта Архама, которая дает плюс один к движению, и винтовка, которая дает плюс 5 к бою, является физическим оружием и является физическим двуручным оружием. С не случайного имущества у него 2 обычные вещи и 1 уникальная вещь. То есть, начинает игру он с 4 обычными вещами. Также у него 2 интересных способности. Сначала мы рассмотрим... А, кстати, у него плохой фокус всего лишь 1 единица. Для начала мы рассмотрим вторую способность. Томми нельзя арестовать. И стать помощником шерифа Архама стоит для него всего лишь 1 трофей монстров... Ой, 1 трофей монстров... 1 трофей портала или 5 капель крови монстров. И во время фазы мифа, перед тем, как вытянута карта мифа... Томми может заставить одного или нескольких монстров, которые находятся в смешной с ним локации, передвинуть в свою локацию, вне зависимости от их нормального движения. Это распространяется и на улице. То есть, если на соседних улицах, с которыми есть соединение, Томми может притянуть монстров к себе во время фазы мифа и уже в следующей фазе движения сразиться с ними. Давайте теперь посмотрим его показатели. Все показатели... Ну, у Томми, так скажем, разнобой показателей. У него средняя скорость от 1 до 4. Но это немного компенсируется тем, что он начинает с карты Архама, которая дает плюс 1 пункт движения. У него плохая скрытность от 0 до 3. Но, учитывая то, что он начинает с оружия, и учитывая его способность притягивать к себе монстров, это даже может не влиять, не имеет значения. У него неплохой показатель боя от 2 до 5, которым добавляется также и оружие, двуручное оружие, винтовка. У него средний показатель воли от 1 до 4, что немного компенсируется его 6 единицами раз сутка. Так как у него уже есть оружие в начале, я бы поставил все-таки на максимум воли для него. Максимум воли, максимум скорости. Итого в начале игры у нас будет 5 пунктов движения, 5 единиц движения. Показатель боя в 7 против монстров, у которых нет физического или оружейного иммунитета. Показатель боя в 5 против монстров, у которых есть физическая сопротивляемость. Ну и если у монстра есть физический иммунитет, тогда у нас будет показатель всего лишь 2. Но, вероятность того, что нам выпадет монстр с физическим иммунитетом прямо в самом начале игры, довольно-таки маленькая. Поэтому я бы поставил на волю и на скорость. Выбирая между знаниями, которые у него плохие от 0 до 3, и удачей, которые у него хорошие от 3 до 6, я бы поставил на максимум удачи. Так как Томи явно не заклинатель. Ну, может быть уж в крайнем случае, если вам выпало плюс 1 к заклинаниям, плюс 1 к знаниям, и у вас есть кто-то, кто начинает с заклинаниями, но довольно плохо с ними. Что маловероятно, поэтому Томи уж очень маловероятно превратить в заклинателя. Далее, более интересный персонаж, на мой взгляд, это Роланд Бэнкс, федерал. Он начинает в лечебнице Архама. У него 4 единицы рассудка, 6 единиц здоровья. И вы можете спросить, почему же я его считаю интересным персонажем, если в целом я предпочитаю персонажей, у которых больший предел рассудка, нежели здоровье. А обе его способности весьма интересны. Во-первых, интуиция. Если у Роланда меньше двух улик, то есть всего лишь одна улика, он автоматом получает одну улику в фазе передышки. Также в фазе передышки, если у него меньше двух долларов, он получает один доллар. То есть практически он может каждый ход получать доллары и передавать их другим игрокам. Если в игре участвует несколько сыщиков, которые будут пересекаться с Роландом. Также он один из немногих сыщиков, у которого всего две вещи, но это компенсируется тем, что он получает случайного союзника. Как Лео Андерсон из ужаса Данвича или Чарли Кейн из ужаса Кингспорта. Он начинает с одной случайной, обычной вещью, одной уникальной вещью, одним навыком и случайным союзником. Также он начинает с тремя долларами. Эти доллары можно сразу кому-то передать. Улики, к сожалению, передать не получится, но улики можно тратить. Также у него очень хороший фокус, аж три единицы. Большинство его показателей средние от 1 до 4 за исключением показателя воли, что немного компенсирует его слабый изначальный предел рассудка в 4 единицы. Скорее всего, даже если у него будет или нет, на бой или на волю я бы поставил, в зависимости от наличия оружия. Если есть оружие, то волю на максимум, если нет оружия, то бой на максимум. Скорость я бы изначально поставил на максимум, тем более, что у него фокус 3, можно практически любой ползунок с одного конца в другой передвинуть. А вот, и скорее всего, я бы поставил на удачу, так как с 4 единицами рассудка он, скорее всего, будет слабым заклинателем. Но все зависит и от того, какой навык он, какой навык и какого союзника он получит. Потому что союзники обычно дают бонусы к двум показателям, а навык к одному. Так что вполне вероятно, например, что есть шансы, что ему выпадет, что ему выпадет союзник, который будет давать бонус к заклинаниям. Или не к заклинаниям, а к знаниям. И также ему выпадет такой навык. Что будет, конечно, весьма странно, учитывая, что у него всего лишь 3 единицы рассудка. Но это довольно-таки неплохой сыщик, один из моих любимых. Тем более, что скажу честно, за исключением бомжары Пита, все официальные сыщики, которые начинают с союзниками, мне нравятся. Так как союзник случайный и ты никогда не можешь угадать, какой бонус. В других играх, особенно компетитивных, как я называю, где игроки играют друг с другом, случайность это скорее минус, чем плюс. Ну, именно в ужасе Архема случайность это скорее плюс, чем минус. Ну, и на этом все. Об еще двух интересных сыщиках. Сыщиках из дополнения ужас Инсмута к настольной игре ужас Архема 2005 года. Благодарю вас за внимание. Всего хорошего. Благодарю вас за внимание.